Дыхательную гимнастику применяют в травматологии, хирургии, для профилактики пневмонии после операции, неврологии, гинекологии. Эти упражнения помогают в том числе укрепить межрёберные мышцы, мышцы брюшного пресса. Огромную роль они играют в терапии. Дыхательные упражнения улучшают экскурсию грудной клетки, увеличивают и улучшают, опять же, вентиляцию лёгких, способствуют отхождению мокроты и способствуют рассасыванию спаек и рубцов. Подбирать упражнения самостоятельно не стоит. Лучше обратиться за консультацией к специалисту. Существует много дыхательных методик. В клинической больнице номер 50 при проведении занятий ЛФК опираются на три вида дыхания – диафрагмальное, грудное, полное. При любом из этих видов дыхания нужно делать глубокий вдох через нос. Выдох должен быть продолжительным через рот. Научимся первое – это диафрагмальное дыхание. Ручку кладём одну на живот, другую на грудь. Дышать будем только животом. Грудная клетка и плечи у нас остаются в спокойствии. Вдох мы делаем через нос, надуваем живот как можно больше. И выдох мы делаем через рот. Мы втягиваем живот как можно больше в себя. Это упражнение нужно повторять 6-8 раз. Следующее – грудное или межрёберное. При этом работают только плечи и грудь, но не живот. Вдох делается через нос, поднимаются плечи и раскрывается грудная клетка. Выдох через сомкнутые губы. Этот тип гимнастики можно совмещать с физическими упражнениями. Полный тип дыхания – это когда у нас работает и живот, и грудная клеточка, плечи. То есть мы делаем через нос глубокий вдох и выдох через рот. Мы всё опускаем, плечи, грудь, живот втягиваем. Это полное дыхание. Упражнение можно делать с использованием гимнастических палок, резиновых мячей или даже скрученного полотенца. Летом дыхательной гимнастикой лучше заниматься на улице. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.